Здравствуйте! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Наш доктор» и я, ее ведущий, Тимур Асанов. Герой сегодняшнего нашего выпуска – врач-стоматолог Михаил Курятников. Пойдемте знакомиться. Михаил, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, почему стоматология, почему вы выбрали именно эту профессию? Это как-то связано с династией? Да, безусловно, связано. У меня родители стоматологи, близкие родственники стоматологи, тети стоматолог. Поэтому в каком-то смысле путь был отчасти предрешен. С детства нормально все было в плане… Не боялся крови, коту два раза лап вправлял. Вот. И помню, даже тестирование проходили в 11-м классе по профпригодности. Мне кажется, у нас класс был один из первых, кто это делал, проходил. И по результату тестирования у меня вышло, что наиболее оптимально – это медицина. А вы ходили на работу к родителям? На работу ходил, безусловно, конечно. Но какой-то специфичной деятельности я не проявлял, не смотрел, не делал. Да и времена такие были, что сейчас есть ассистенты, есть средний медперсонал, который активно вовлечен в работу. И стараются как-то… Ну, кто со школы хочет пойти по пути стоматологии, их уже как-то направлять, давать возможность, давать какие-то простые вещи делать. Ну, имеется в виду, там, и какое-то ассистирование допустимое, если медицинские классы, там, те же санитары. Пожалуйста, это все вещи, которые можно делать. Тогда ничего подобного не было, поэтому так просто приходил, да, здравствуйте, привет, там, время какое-то провести. Когда-нибудь возникала мысль, что вы выбрали не ту профессию, и хотелось ли изменить профессию? Да, конечно, возникало, безусловно, и не один раз, и в институте, очень, это я помню, первый курс – это вообще было что-то с чем-то. Первый, второй, третий, когда медицина-то толком мы не видим ее. Точнее, видим, но если к пятому курсу это было 100% времени, связанное с врачебной деятельностью, ну, да, врачебный, в принципе, мы прием уже вели, и если это не стоматологические дисциплины были, то все равно с пациентами работали в больницах, в стационарах. Первый, второй курс – это медицина-то там толком-то и не пахло так, только какие-то редкие одни какие-то предметы. В остальном это все было общее – биология, химия, физика, и, конечно, много раз задумывался, это не мое. Когда работать начал, безусловно, возникали мысли, что не мое. Ну, на самом деле, если откровенно сказать, я даже на сегодняшний день-то не могу сказать, что это прямо мое вот здесь вот, прямо вот, да, вот кровь из носу, я вот всегда буду стоматологом. Да нет, мне это нравится, мне это доставляет удовольствие, мне нравится то, что я делаю, нравится результат, и есть удовлетворение. На данный момент мне этого достаточно, и поэтому я считаю, что пока все, как бы, да, как вот надо. А когда долго вы работаете в профессии, и Видновская стоматологическая поликлиника – ваше первое место работы? Ну, если говорить официально, то да, это мое первое место работы. Ну, в принципе, и по сей день, и, да, кстати, это юбилейный год, 10 лет, как я работаю, вот, ровно 10 лет назад, в сентябре, я начал работать. Ну, это, как бы, до этого тоже работа, естественно, была, я в стационаре работал, в гнойной хирургии медбратом, я на скорой немножко работал, но не сильно, и ассистентом стоматолога работал, но и, да, после получения диплома я, ну, в нескольких частных клиниках тоже работал. Какую часть вашей жизни занимает работа? Хороший вопрос. Спросили бы вы меня года 2-3 назад, я бы сказал, процентов 80, наверное. На сегодняшний день я стараюсь от этого уходить. Вот. Ну, не знаю, процентов 60-50, наверное, не больше. Я немножко переосмысливаю концепцию вообще стоматологии, приема. Я на 100% уверен, что не все со мной согласятся, это, может быть, не совсем будет приятно многим услышать, но для меня количество не значит качество. И пару лет назад я принял решение, что надо уходить с массовости и заниматься, ну, скажем так, более углубленно. Для меня норма является, если в день принимаешь 3-5 пациентов, не больше, это хорошо. Да, я на каждого выделяю больше времени. Да, если я знаю, что на конкретную работу мне нужен час, я выделю лучше полтора часа времени, чтобы не торопиться сделать лучше. Вот. Соответственно, со временем приходишь к пониманию, что помимо работы есть еще много другого интересного. Вот. И не что-то одно конкретно вообще, в принципе. Вот. И какое-то саморазвитие, и не связанные с медициной вещи. Хобби те же самые, увлечения. Время с детьми проводить как-то. Вот. Да, в принципе, жизнь там, она не ограничивается работой. Вот вы сказали про хобби. А какие у вас увлечения? Ну, второй сезон вот я закрыл с мотоциклом. Для меня это было, ну, реализация, наверное, тоже десятилетней мечты. Это вот где-то в 2012 году я первый раз так очень четко осознал, что хочу на мотоцикле ездить. Вот прям хочу. Вот нравится, интересно. Ну, как-то все то одно, то второе не складывалось. И, ну, не ездил. Не знаю, вот товарища брал близкого одного покататься немножко. Но это все мелочи были. А пару лет назад, что-то как-то, не знаю, очередную осенью понял, что нет, все, хочу. Вот. Зимой пошел в мотошколу, получил категорию, взял байк. И для меня это было открытием. И тут второй сезон в летний период, вот пока где-то с апреля по октябрь, и это мотоцикл, это просто жизнь своеобразная. Вот. Зимой увлекаюсь сноубордом. Где-то года с девятого, это тоже в институте у нас как-то так получилось с товарищами. Мы смотрели открытие Олимпиады зимней в Италии, по-моему, тогда было. Там открытие было, девушка эта с факелом спускалась с горы на сноуборде. А мы так сидели все вместе, там у нас группа была, ну, мои однокрупники, друзья. Мы тогда палеотлоном занимались в институте, это многоборье. И у нас вот мы, по сути, своей командой сидели, смотрели это, и так все смотрят, блин, и тут говорит, я хочу сноуборд, я хочу сноуборд. И как-то все так поняли, что мы все хотим на сноуборде кататься, но никто, да, но никто никогда не катался. Мой девиз одно время был это делать то, чтобы чувствовать себя живым каждый день, а не ощущать мебели. Отлично. Отличный девиз. Михаил, стоматология сегодня и 10 лет назад. Ведь есть отличительные черты, которые показывают, насколько сдвинулась не только медицина, но и в целом, но и стоматология в частности. Мне кажется, все в целом. Можно любую дисциплину брать, любое направление, и везде, везде абсолютно есть движение. Причем, я бы даже сказал, колоссальное. Чуть больше 10 лет назад, 11 лет назад, наверное, может быть, 12. Это был пятый курс, ну, 2012 год. Да, 2012 год, пятый курс. У нас была кафедра лучевой диагностики, и там цикл было занятий, соответственно, по лучевой диагностике. Ну, это рентген, КТ, МРТ. Вот, и у нас был профессор один. Цикл-то был посвящен чему? Осложнениям после имплантации. Ну, все мы знаем, имплантационное решение, лечение, импланты ставить. У него была целая подборка снимков того, к чему приводит неправильная установка имплантов, назовем это так. Все импланты, которые он показывал, они все были нефункциональны, то есть, их необходимо было удалять. И, честно скажу, это было, выглядело, конечно, страшно, когда это смотришь. По его мнению, в общем-то, это было, ну, надо ставить съемные протезы, и все, и как бы это лучше. Другого варианта нет. И друг, да, другого варианта нет, а имплант – это чистая эстетика, там, это красота, и вообще это деньги, и все, и только ради денег все сделано. Вот, собственно говоря, на сегодняшний день я понимаю, насколько этот человек был ограничен. Я очень надеюсь, что он изменил свою точку зрения, не забивает людям головы, и, в принципе, сам по себе и внутри себя изменил, потому что все то, что он показывал, все это, есть результат начальной стадии, то есть, самого зарождения для, пожалуй, я бы назвал это современной стоматологии, современной имплантационной части стоматологии. Вот. То есть, эти осложнения были просто банальны, потому что не было наработок, не было дальних, отдаленных результатов, не было правильного понимания, как должна ставить коронка, как надо ее правильно делать, как надо ставить импланты. Шутка ли сказать? Тогда считалось адекватным ставить на каждый корень свой имплант. То есть, если у нас, вот, если двухкорневые зубы, трехкорневые зубы, соответственно, на три корня надо ставить три импланта. Каждый, естественно, считается, там, как один имплант, установка, соответственно, это на три умножаем. Денег там стоило все это немерено. И самое главное, то, что это приводило к огромным, ну, как, к осложнениям, это просто удалялось, и все. И человек возвращался к исходному состоянию без зуба. Так, окей, значит, сейчас мы регистрируем нашего пациента. Новый подход в стоматологии, вместо того, чтобы получать, точнее, работать аналоговым методом через слепочную массу, мы используем так называемый сканер. Это переход в цифровую эпоху. По сути, передача информации сразу в цифровой формат для изготовления будущего. Ну, в данном случае будет будущий шаблон для установки имплантов. Собственно, это и есть сам сканер. По сути, производит множество фотографий. В этом самом переводе в цифровой формат. Так, значит, если посмотрим на экран, вот мы получаем первое изображение. Но это первичное сканирование. Вот, соответственно, мы имеем полностью непосредственно модель цифровой макет челюсти. Дальше, значит, программа сама будет заниматься обработкой сканирования. Приведение это в правильное состояние, убирать оттуда лишние шумы, искажения. После этого мы получим доступ к работе. Как правило, процесс занимает минут 5-7, иногда 10. И в зависимости, опять же, от объема, что мы для чего сканируем. Михаил, какие наиболее часто встречаемые случаи у пациентов, которые обращаются в последнее время? На самом деле, есть одно заболевание, точнее, группа заболеваний, которому подвержено 100% населения нашей планеты. Это проблемы с деснами. Чаще всего это самый простой банальный генгивит. Ну, воспаление десны. То, что, в принципе, практически особо никак не мешает жить. Это банально кровоточивый с десен, легкое-легкое воспаление сосочков. Это, в общем-то, то, чему подвержены все. Поэтому любой человек, приходящий, у него в любом случае будет в той или иной степени, в той или иной степени выраженности проблемы с деснами. А так, проблемы кариеса, его осложнение, это тоже практически, ну, тоже, наверное, у всех есть. А есть какая-то особенность возрастная, может быть, или половая по поражению десен, вот вы говорили вначале? Понимаете, тут какая интересная ситуация, что полость рта – это изначально крайне инфицированная, крайне грязная среда. Ну, увы, это так и есть. Мы вдыхаем воздух, он уже наполнен бактериями. Во рту живет огромное количество инфекций. На зубах скапливается, но вся эта флора, она так называемая условно-патогенная. То есть, она не наносит вреда организму, потому что в организме продумано, что это будет грязная среда, а, следовательно, слизистая оболочка, она изолирована. Она имеет несколько слоев, и она не пропускает инфекцию внутрь. То есть, соответственно, грязно, да, грязно, но при этом оно не инфицируется. Так вот, как, в принципе, здесь следуя логике, в случае проблем с иммунитетом иммунного характера, снижение банальной иммунитета, ОРЗ, ОРВИ, более серьезные вещи, все это автоматически приводит к активации этой флоры. Следовательно, идет воспаление. Они начинаются с банальных воспалений, где есть тот же генгивид. Соответственно, вот тут, скорее, следует сходить из того, у кого вот эта проблема с иммунитетом, а здесь все этому подвержены, и возраст, пол, роль уже не играет. Давайте поговорим про эстетическую стоматологию. Что сейчас популярно, с чем приходят пациенты, что они хотят, хотят ли они вообще кардинально изменить свои зубы, когда это естественно, когда это неестественно по эстетической медицине? Что вы можете сказать? На самом деле здесь много можно говорить. Это отдельная направляющая, наверное, такой целый комплекс. Вообще эстетическая стоматология – это нечто, что всегда было, но на сегодняшний день оно приобретает, я бы сказал, из желаемого в необходимую составляющую, вот так выражусь. То есть, если раньше важно было, в принципе, просто восстановить зуб, если у человека не было зуба, и зуб появлялся, неважно уж там какой он железный, нежелезный, или металлокерамический, или керамический, то это уже хорошо, здорово и замечательно. Главное, что сам зуб есть. На сегодняшний день уже важно, чтобы это не просто было, этого уже недостаточно. Важно, чтобы он попадал в гамму, в форму, цвет соседних зубов, то есть, чтобы это выглядело действительно красиво. Ибо наличие зубов – это такой огромный социальный фактор, который, в общем-то, увы, имеет на сегодняшний день огромное значение. Что касаемо, что наиболее популярно, самый наиболее, я бы сказал, востребованный, наверное, это установка виниров, керамических виниров. Суть сводится к тому, что обрабатывается передняя сторона зуба, вот чуть-чуть, там, в пределах, ну, где-то полмиллиметра, вот так, ткани даже поменьше, и делается керамическая фасетка, которая четко занимает свое положение, ложится, и тем самым меняя форму зуба, цвет его, естественно. Если все правильно сделано, так называемый, вообще, профиксация вот этого винира к зубу используется, ну, возможно, благодаря так называемому адгезивному протоколу. Это способ фиксации, который дорабатывается до сих пор, но, в принципе, он был максимально разработан за прошедшие 5-7 лет. Таким образом, зуб и винир практически монолитом превращаются. Они сливаются настолько плотно, что оторвать одно от второго практически невозможно. Тем самым давая возможность всю жизнь проходить с, в общем-то, новым зубом совершенно другой формы и цвета. И если, опять же, все правильно сделано, то это хватает практически на всю жизнь. Что Вы можете посоветовать нашим жителям и гражданам, чтобы спрофилактировать те или иные заболевания полости рта? Какие есть те банальные правила, которые помогут каждому избежать затяжного процесса, воспалительного процесса в ротовой полости? Самое простое – это соблюдение гигиены. Утром, вечером чистить зубы, пользоваться в течение дня простыми ополаскивателями. Я многим пациентам рекомендую носить с собой сумки. Есть походные тюбики небольшие, ополаскиватели полости рта. Они во всех аптеках продаются. И после еды в течение дня ими пользоваться. Как минимум, это предотвращает формирование того же зубного налета в обильном количестве, сохраняет, меньше кариеса будет. Это самая простая вещь, которая позволяет сохранить зубы и десны относительно в нормальном состоянии. Если у человека, в принципе, во рту относительно все спокойно, нет коронок, нет имплантов, зубы на месте, где-то кариеса, где-то пломбы есть, но в целом критичного нет, то рекомендуется посещение стоматолога раз в год. Просто профосмотр, это занимает 15 минут времени. Основное большинство проблем проще, быстрее, дешевле, элементарно лечить на ранних стадиях. Михаил, мы благодарим вас за участие в нашей программе. Я уверен, что наши дорогие телезрители узнали много нового. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо большое, что позвали, буду рад посетить, поделиться. Надеюсь, что та информация, которая поделилась, была важна. И ждем вас на прием, приходите. Профосмотры – это наше будущее. Это была программа «Наш доктор» и я, и ведущий, Тимур Асанов. Берегите себя, увидимся ровно через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова